Ребята, мы решили провести эксперимент с этими цилиндрами, которые мы сняли с Ява 640, которые получили прихват. Сначала хотели сделать хонинговку, доработать каналы и собрать, посмотреть, как работает. Но один из наших зрителей подал хорошую идею. Собрать мотор как есть, хонинговать цилиндры, естественно, замерить на диностенде. И после этого снять цилиндры, доработать каналы и еще раз замерить на диностенде. То есть проверить, есть ли эффект от доработки канала. Поэтому сейчас я просто хонингую эти цилиндры, сниму сотку, сделаю хорошую сетку. Заодно, кстати, мы потом сможем и проверить, когда снимем цилиндры, насколько изменится размер, насколько уйдет сетка и будет ли она на цилиндре. Все, погнали хонинговать. Все, погнали хонинговать. Все, погнали хонинговать. Сделал я хонинговку. Видно, что после нанесения сетки остались плеши. Хонинговальная головка жесткая, подача брусков жесткая, поэтому там, где есть какие-то провалы, износ, эти провалы сразу хорошо видно. Осталась плеш на выхлопе. Видите, она прям блестит в районе продувочных окон. Это уже износ. Он небольшой, там где-то порядка трех соток, то есть на фоне общего диаметра это еще пока не критично. Но он уже есть. Для двух с половиной тысяч я считаю, что это, ну, не очень хорошо. Вот она выработка. Так, наверное, будет ее видно лучше. Хонинговка сделана в два этапа. Сначала грубыми брусками, потом мелкими. На видео может показаться, что сетка грубовата, но нет. То есть сначала сделана грубым хоном, потом мелкий хон идет и притупляет вершины. То есть поверхность цилиндра, она гладкая, без заусенцев. Видите, пальцы отражаются, то есть есть блеск, но на видео кажется, что сетка грубая. На самом деле все отлично. Вот такая сетка, она не должна стираться, потому что остаются глубокие царапины, в которых держится масло. В то же время наружная поверхность, она как бы слегка уже отполирована. То есть таким образом мы как бы придаем цилиндру чистоту поверхности как бы рабочего цилиндра. Мы решили сделать эксперимент. Карл сейчас соберет эти цилиндры с новыми поршнями и кольцами, покатается какое-то время. И потом мы снимем, разберем, посмотрим, остается ли хон, увеличилась ли выработка или нет. Сейчас, кстати, сделаем еще замеры. На скобе поставил размер 58-75. Это третий ремонт нашего цилиндра. Теперь давайте проверим индикатор. Цилиндр показывает 0. И теперь замеряем цилиндры. Значит, этот правый цилиндр у нас получился 2 сотки. 2 сотки. Переворачиваем перпендикулярно. 2,5. Где-то 3 показывает. То есть уже зазор у нас будет порядка 6-7 соток. Так, теперь снизу. Так, не видно будет, наверное, индикатор. Тут у нас показывает 1,5 сотки. Тут 2. Так, сейчас, чтобы видно было. Ну, чуть-чуть пониже. То есть есть небольшая бочка. Но дело в том, что тут уже тяжело сейчас исправить, сделать ровнее. По юбке вот здесь сотка в плюсе. То есть будет сотка там с копейками. Дальше идет 2. Здесь 1,5 сотки в плюсе. Ну, то есть как бы сильно размер не поменялся с того, что было. Здесь, конечно, вот где выработка, да. Тут есть изменение размера. Так, теперь левый цилиндр, который у нас прихватило. Так, он у нас показывает тоже где-то примерно... Здесь вот 1,5 сотки показывает. Вот здесь 2. 2 там с копеечками. Ближе к окну уже 3 показывает. Но нормально, как бы, допусков мы не превышаем. Здесь показывает также 1 сотку в плюсе по юбке. Здесь вот 2. Здесь 2. 2. Ну, то есть примерно 6-7 соток у нас получилось. От 5 до 7 соток зазор. 3 сотки, допустим, и мы никуда не убежали. Не скажу, что это идеальные цилиндры. Нет. Скорее, это вот не самые идеальные. И мы проверим. Сейчас посмотрим. Поставим новую поршня, поставим кольца и посмотрим, как оно будет работать. В этой комплектации сделаем замеры на диностенде. Посмотрим, какую мощность выдает мотор. И потом произведем доработку каналов. Берем вот эти ступени. Здесь, кстати, не так просто это сделать, потому что придется здесь наращивать мясо в этом цилиндре. Доработаем обязательно выхлоп. Там тоже есть ступени. Проверим продувочные каналы, поправим. И после этого сделаем замеры на диностенде. Посмотрим, что у нас мотор выдаст. Ого! Можешь послушать, как поставил твои цилиндры? Классно! Так, ребята, вот они, слушаем. Я надеюсь, что камера передаст звук. Это вот те самые цилиндры, которые я отхоннинговал уже после того, как их прихватило. Карл уже их поставил оперативно. Проехал 200 километров. 200. Но работает тихо. А на холодную, скажи, как? Холодная, чуть-чуть пошумнее, но посторонних звуков как бы нет. Есть просто этот самый шелест, просто он немножко погромче. Ничего не трещит, не стучит, не щелкает. Пока вообще все. Красиво. В общем, эксперимент уже начался. То есть наша задача сейчас, Карл покатается еще недельку и посмотрим, что дальше будет. Зазор в поршневой сейчас 6 соток. То есть почти 2 сотки в плюс я сделал цилиндры. Ну, как бы, сами видели, что там есть плеши на выхлопе. Но даже с этими плешами работает. Хорошо работает. Зажигание проверил, все стояло идеально. Абсолютно, да. Ну, ВАП стоит родной, из завода никаких контактов, ничего. Свечи по мануалу. Карбюратор? Карбюратор новый, оригинальный. Ну, то есть, короче, почему это произошло, непонятно, да? Пока нет. Вот я ездил на дальняк, ну, обхатка 70-75. Пока никаких проблем. Никаких проблем. Ну, ты так, даешь ей газу-то? Ну, как? Или стараешься? Так, на обхатке, аккуратненько, масло побольше. Ага. А какое масло? 510-й Матюль. 1,25? 1,25, поставщики проверенные, точно не левые, 100%. Ага. У нас все ребята ездят на этом масле, поэтому, сомнений в этом. Не, работает классно. Ну, на холодную чуть-чуть погромче, но если звуков не станет больше, с пробегом, то я думаю, что... Ну, посмотрим, да. Да. В общем, в любом случае, это эксперимент, и все равно мы сейчас сделаем обязательно через недельку, там, через тысячу километров, замер на дина стенде мощности. Потом снимем обязательно, посмотрим цилиндры, что они покажут. То есть, там, как сетка, не сетка, есть, нет, износ, не износ. Доработаем каналы, потому что мы их не доработали. И потом еще раз сделаем замер на дина стенде. Ну, и посмотрим, зашумит мотор, не зашумит. Следственный экскремент. За такую Яву лайк однозначно. Офигенно, она пахнет новым мотоциклом из салона. Из салона, да? Да, прям вот. Ну, давай, запусти ее еще разок. Я вот сделаю на халяву. Да такую на халяву не возьму. Мы попробуем все-таки послушать звук. Слушай, но, мне кажется, она тише стала работать, чем 9 мая я тебя снимал, ну, 1 мая снимал, да? Ну, может, пока понимаешь... Там она прям шумно работала. Конечно, пойдем. Кайф. Может быть, когда она придется, станет работать. Но все равно правый сильнее дымит, да? Какой МАХ вот ильешь? Батюшка. Прикольно. Кайф. Побольше дыма, да, с правого. Какие вибрации есть? Что-то двигается. А не МАХ и Эльдер работают? Нет, не лучше? Ну, примерно так же. Я думаю, да. Сейчас какой-то и есть такой звук, да? Ну, так нормальный звук. Но новые работают не тише. Значит, а так же, да? Конечно, да. Это же не электромотоцикл, правильно? Чтобы он работал вообще без ухода. Но ничего не гремит. Посторонних лишних шумов здесь нет. Да, согласен. Не будем задерживать Карла, пусть едет дальше, обкатывает. Ему надо еще украсть, кое-что съездить. Влад все гадает, что же Карл украл? Ну, давай, поедем. Давай, счастливо. Счастливо, чеснока. Музыка, кайфуха. Песня. Что, готовим? Посмотрим, как мы живем. Посмотрим, да. Посмотрим, как мы живем.